В прошлом союзе мне сказали, Алексей, а как бы тебе сделать так, чтобы у нас купили лимонарий? В смысле, лимоны здесь продают, представляете, да? Вы можете здесь купить настоящие лимоны. А, так вот я вам говорю, приезжайте и покупайте лимоны. Они чуть-чуть дороже, но каков результат? Вы ими вкушаете и понимаете сладость того, что производится прямо рядышком здесь. Прямо рядом с вами, где все это делается, в лимонарии. А доехать сюда абсолютно несложно. Буквально 10 минут от города, с любой точки. А у нас присутствует радость. И радость очевидна. В свой новый визит в Наровчатский лимонарий нам было увидено гораздо большее число посетителей, чем в прошлый раз. Отсюда результат. Нас смотрят. Результат еще один. Продаваемое количество лимонов. Их тоже стало больше. То есть смотрят не только ТВ, но еще и интернет и Ютьюб. То есть события очевидны. Простите, но нас смотрят. Для того, чтобы вы поняли, что такое настоящий лимон, все-таки приедете сюда. Сейчас объясню. Настоящий лимон, цедра этого лимона, это просто кладезь какой-то. Придите сюда, посмотрите. Даже невзирая на то, что он чуть-чуть больше, чем тот, что вы покупаете в магазине. Поймите. Вот это настоящий грамотный лимон. Представляете, да? Такого типа. Я лимоны видел в Турции. Но потом все это дело приезжает к нам. Цедра сминается, сжимается, становится неправильной. То, что внутри так сминается, сжимается, остается что? Остается, ну, аромат. Цедра лимона очень богатая эфирными маслами, да? И понять-то надо. Если вы купили что-то, которое не пахнет, ну, я не знаю, вы, наверное, деньги просто выкинули. Понятное дело, что было бы хорошо, если бы у нас лимоны росли на улице. Но, извините, это Южный Урал. У нас лимоны не растут. Хотя есть место. Наравчатский лимонарий. Здесь лимоны растут круглый год. Представляете, приезжаете сюда и покупаете то, что вам необходимо. Ну, так вот, у нас будет два мнения. Человека-специалиста, который с лимонами, выращенными в Наравчатке на «ты». И лично мое мнение, но в интернете. История лимона вообще такова, что впервые именно китайцы обнаружили, что лимон – это лечебный плод. Его назвали словом «лиймун» к сочетанию двух китайских слов. Лечебным его определили еще до нескольких тысячелетий, до того, как вообще что-либо узнали о витаминах. Целебные свойства его были открыты впервые в связи с цингой. Заболевание, от которого умирало очень много людей, экспедиции, племена, деревни и так далее. И китайцы заметили, что тот, кто стал кушать желтые плоды лимона, постепенно стал выздоравливать. То есть впервые таким образом человек пришел к тому, что лимон – это все-таки лечебный плод. В лимоне полезно все, все об этом знают, начинают его семян, заканчивая его цедрой. Она обладает очень многими свойствами уникальными. Во-первых, в цедре лимона содержится много фитонцидов, эфирных масел, очень сильных, которые являются антидепрессантами хорошими, например. Кроме того, эфирные фитонциды лимона, они полезны тем, что они убивают и стерилизуют, убивают все микробы в воздухе, стерилизуют воздух, делают его полезным. То есть здесь можно чихать, кашлять, мы говорим. Это никому не во вред. Все гриппозники пусть едут к нам. Да, это круто и это результат. Да, пока ваши дети наслаждаются гулянием в тропиках, доехать до которых легко, и вам не надо лететь 10 часов и 10 минут хватит. И по бензину максимум литр-два, если в пробках. И вы поймете, рай на земле очевиден, и он есть прямо рядом с вами, на Наровчатской территории. Ну и надо понять, здесь не только торгуют лимонами, а торгуют лимонами вот такими. Вот прям срезали и вы его купили. Здесь еще и лимоны выращиваются. То есть вот, пожалуйста, зеленый лимончик. Но то, о чем я вам сейчас расскажу, вы этого в эфире не увидите. Вы это увидите в телеканале YouTube. Фамилия моя Че Лейкин. Это очень просто. Вбиваете, вбиваете мою фамилию Че Лейкин. Две ешки. И поймете, что этими замечательными лимонами лечится не только ваш организм. Есть еще и другие проблемы, которые этими лимонами также лечатся. И вот для этого YouTube и все станет ясно. Стоит ли ехать сюда? Да, стоит. Стоит ли везти сюда возлюбленную? Однозначно. Стоит ли ехать сюда за впечатлениями лучшими? Естественно, как и то, что стоит сюда приехать на свадебку. Кто-то, кстати, может и здесь ее провести. Ну, а кто-то может приехать пофотографироваться. Понятно, конечно, зелий. Но когда на вашем фоне лимоны, папайи и маракуйя с инжиром возникает вопрос. А где это? И на сей вопрос вы не отвечаете. Хотя тот, кто смотрит, поймет и так. Конечно, нам сюда необходимо приехать и понять, что это такое. Потому что лимоны здесь продаются и продаются они круглый год. Просто приедьте. Даже если вы не купите себе ничего, вы просто зайдете, посмотрите и погуляете. Как, кстати, сюда приезжают гулять те люди, у которых, естественно, свадьба. И мы вам это покажем и продемонстрируем. Чем ли это не радость-то? В тот самый момент, когда у вас ничего не получается или вы не поймете, куда ехать. Не приехать ли сюда посмотреть, понять и вкусить ароматные и аппетитные лимончики. Так что, господа, сюда и только сюда город с двумя престижнейшими горнолыжными центрами может показать и всем другим свой тропический уголок, в коем 400 видов растения, не приживаемых на Южном Урале. И все это круглый год. Но чем это не радость-то, а? Так вот, мы себе тоже купили лимончики. Мы понимаем, что такое сорт юбилейный. Большие крупные лимоны с замечательной цедрой. И вы будете их вкушать и понимать, что где-то рядышком, рядом с нами делается все то, что было бы к вам привезено издалека, понимаете? А издалека что к вам везется? Да все не то, что нужно. Гораздо проще купить все прямо здесь. А прямо здесь, где это делается, это делается в замечательном лимонарии, который располагается на ровчатке.